Вкусный кейс. Результатами внедрения UDS сеть пекарен по хантамансийску Белкина Пекарни. Поделится владелец пекарни Иван Белкин и партнер компании Global Select Service, эксперт по внедрению UDS. Валерий Ольшанский! Вновь приглашаем их на сцену. У Валерии вновь это про вас, а Ивана попросим первый раз подняться и рассказать об этом удивительном кейсе. Всем привет еще раз. Ваня, тебе слово. Ребят, Валерий Ольшанский, красавчик сегодня. Иван Белкин, я тебе обещал, я скажу, это будет сейчас мощно, это крутой кейс, это крутой предприниматель. Ему не страшны никакие болезни, ничего, он бы из хантамансийска прилетел сюда. Я предлагаю поаплодировать ему уже только за это. Ну что, покажешь, с чего все началось? Да, ребят, сейчас будет ролик, сейчас увидите, с чего все начиналось. Привет, меня зовут Иван Белкин и я основатель Белкиных пекарен. История нашей пекарни начинается с середины 2014 года, когда мы еще с моей будущей женой нашли помещение 22 квадратных метра и организовали там цех по доставке пирогов. Мы тогда еще стали первыми в городе, кто решил сделать упор именно на пироги. С точки зрения тактики сделано было все верно, так как уже через полтора года предприятие работало на площади 150 квадратных метров и имело два своих островка в разных торговых центрах со штатом 15 человек. Предприниматели не справлялись с потоком заявок на пироги, как на доставку, так и на продажу в розницу. И, кстати, назывались они тогда Белкины пироги. Спрос на пироги настолько вскружил голову молодым предпринимателям, что работа пекарни затачивалась только на пироги. И никто не думал о внедрении ничего другого. Это касалось всего рецептуры теста, оборудования и даже системы доставки, которая в корне отличалась от привычных всех фирм по доставке еды. У нас даже был отдельный сотрудник, который нарезал только украшения на пироги. И после того, как мы перестали это делать, мы просто очень сильно удивились, потому что мы высвободили ресурсы одного человека, но на продажу это никак не повлияло, и наши покупатели этого просто даже не заметили. Началом изменений стала разработка собственной ERP-системы, техническое задание которой писалось на производство и доставку пирогов. И объявленная стоимость разработки первых блоков оказалась около 5 миллионов рублей. А не имея четкой стратегии расширения за пределы родного города с населением 100 тысяч человек, разработка этой ERP показалась предпринимателям просто самоубийством. После того, как укрепили команду и отработали процессы, мы увидели, что спрос на пироги имеет системный характер и сильно зависит от конкретных событий. Цикл возврата клиента был ничтожно мал. То есть мы это видели по отчетам, и мы стали стагнировать. Любая попытка внедрить другой продукт на доставку и избавиться от пироговой зависимости оказывалась провальной, так как даже название было говорящее «Белкины пироги». И тут началась работа над поиском разных инструментов, которые позволили бы нам стать не только известной пироговой, а пекарней, которая выпускает и другую классную продукцию, которая нравится жителям нашего города. Первое серьезное изменение в работе пекарни – это было изменение названия с «Белкиных пирогов» на «Белкины пекарни». Одно только название помогло сразу посмотреть иначе на весь бизнес. В начале 2021 года я познакомился с Лешей Козютенко, и мы решили протестировать UDS. Скажу сразу, что цель увеличить частотность покупок на одного клиента была выполнена. И суммарный профит за полгода составил более 3 миллионов рублей. И я скажу, что это только начало. А сейчас я вам расскажу, как мы это сделали. Поехали. Да, разработка ERP точно была самоубийством, но мы всегда рады были на различные гипотезы, потому что мы понимали, что нужно идти в ногу со временем, ребят. И в начале, получается, в конце 20-го года, 21-го года, боже мой, мы изменили как раз-таки название на «Белкиной пекарни». И не зная, каким образом, просто кто ищет, тот всегда найдет, мы познакомились с Лешей Козетенко. Причем в очень странных обстоятельствах. Мы с ним созвонились, буквально, ну, наверное, минут 10 поговорили, обсудили ключевые вопросы. И он сказал, я знаю ребят, которые, ну, точно решат твои вопросы. И, получается, мы договорились на онлайн-встречу с Валерой. И впоследствии, когда мы обсуждали вот эти вот все вопросы, потому что их было масса, у нас была маркетинговая активность, просто сумасшедшая, мы тратили большие деньги, чтобы продвинуть любой другой продукт. И Валера сказал, если правильно использовать UDS, то, возможно, вообще все это не потребуется. Давай дальше. Вот. Ну и в процессе разговора, когда мы с Валерой пообщались, я точно увидел, что мы с помощью UDS сможем повысить средний чек, потому что мы абсолютно неправильно использовали бонусную систему теркипера. И Валера в процессе разговора сказал, Вань, ну, как бы так бонусную точно не используют, а она используется только для повышения среднего чека. Этот вопрос мы точно думали, что решим. Далее. Какие? Кратности покупок за счет того, что мы получим… Ключевой запрос, да, это был по объему новые продукты. LTV. Да, тяжеловато, конечно. Короче, один из главных вопросов, который мы решим, это мы повысим LTV, ребят. Далее. Вот. После установочной встречи, когда мы описывали цели, мы прописали очень их амбициозные. Валер еще тогда сказал, Вань, цифры очень амбициозные, но выполнимые. И как раз-таки, когда мы начали прорабатывать все этапы, это совпало с тем, что усилился ковидный режим, а учитывая то, что пироги у нас доставлялись практически всегда в офисы, их было большое количество, то офисы собираться стали мало, и в итоге количество отгрузок пирогов на каждого человека вообще просто неминуемо упало. Далее у нас весь административный состав ушел на ковид, и мы изменили полностью формат производства, перешли на заморозку, и средний чек, не чек, а стоимость пирогов мы понизили на 15%. Практически в мае мы уже с женой тогда сидели, говорили, все, ребят, я от этого устал, в общем, давайте мы будем закрываться. Ну хорошо, что не закрылись, проработали далее с Валерой этапы запуска, рассказывай про них. Ну честно, да, вот мы старались, старались, а он сидел, думал, закрываюсь, закрываюсь. Нет, реально тяжеловато было. Не будет, окей. На самом деле штат у Ивана достаточно большой, и сотрудники… Ну коллектив очень сработанный, сработавши… Долго они работают, все, соответственно. И у ребят, да, они привыкли работать по старой программе лояльности, которая была в предыдущей системе, и у ребят выработаны какие-то механизмы. Вот, было принято решение нами о разделении всего процесса внедрения и запуска UDS в бизнесе разделить на несколько принципиально важных этапов. Ну чтобы просто не взорвать мозг сотрудникам, да, когда мы приходим, говорим, вот это, вот это, вот это, вот это, все новое и так далее. То есть первое, что для нас было принципиально важно, это проработать концепцию самой по себе программы лояльности, потому что это история не про скидки, а это история про закрытие реальных потребностей бизнеса. Ивана относится к той категории предпринимателей, которая четко понимает, что ему необходимо. Вот, этому было уделено особое внимание. Далее, все технические вопросы необходимо было решить, вопрос с интеграцией. На самом деле, Вань, низкий поклон тебе за твое терпение. Мы со своей стороны тоже сидели, думали, как там будет. Да, на интеграцию ушло у нас пару месяцев. Соответственно, второй этап, точнее первый этап, это непосредственно запуск в торговых точках, начало работы, оцифровка. Только уже по следующим этапам, вот приоритетную задачу мы поставили выработать у сотрудников новый навык. То есть начать объяснять каждому клиенту о том, что есть программа лояльности, о том, что есть мобильное приложение, какие выгоды дает и так далее. Все подключения всех дополнительных модулей мы отложили на второй этап, то есть когда получим твердый результат в первом. Во втором этапе это уже коммуникация, это прогрев клиентов, ну и так далее, и так далее. И третий финальный этап, когда мы уже весь инструментарий UDS будем использовать. Я Ване тогда пообещал, говорю, мы начнем уже прокачивать продавцов с точки зрения правильных продаж с использованием всего инструментария. Да, ну и сложности на старте у нас еще возникли до установочной встречи. Первое, с чем я столкнулся, это продажа самой идеи UDS административному персоналу. Когда я к ним пришел, говорю, блин, ребят, новая гипотеза, Аня говорит, денег не дадим. То есть ребята все равно, мы когда с админсоставом решаем какие-то вопросы, чтобы они брали на себя ответственность за принятое решение, мы реально совместно выделяем деньги. И они говорят, Ваня, очередная гипотеза. Были маркетологи с Питера, работали целые ивентагентства, мы перезапускали другие форматы пирогов, делали их меньше, делали их больше, то есть нет, денег точно не будет. Ну в течение двух дней я был убедителен, говорю, давайте все, ребят, то есть если без этого, ну точно не получится. В итоге выделяем 120 тысяч на трехмесячное внедрение, потому что мы в любом случае брали бы внедрение, и на три месяца лицензии. Говорю, если не получится, все, говорю, вырубаем. Ну и хорошо выделили. Вторая сложность, которая возникла, это как раз-таки Валера рассказывал насчет интеграции с кипером. Модуль еще был сыроватый на кипер, и как раз рассказывали про то, что интегрировали седьмой кипер и так далее, разрабатывали. У нас ушло на это порядка трех месяцев, база то спадала, то транзакции проходили, не проходили, в итоге я уже говорю, все, ребят, наверное, реально не наше. Если оно так долго не катит, то по большому счету нужно сруливать. В итоге, Валера, как вы с Лешей договорились, что все-таки продолжите помогать, чтобы мы дальше продолжили. И в итоге на третий месяц у нас все-таки все получилось. И следующая, третья сложность во время того, когда мы начали переносить базы, продавцы с покупателями общались. У нас раньше, получается, можно было списать просто баллы по номеру телефона без каких-то проблем, и в итоге, когда покупатели начали приходить, они говорят, нет, мы не будем качать приложение, памяти мало, продавцы встали тоже на сторону клиентов и говорят, Иван, UDS ваша не работает, мы внедрять-то не будем. В итоге, ну мы все равно это дело продолжили, идем дальше. Но это, наверное, та картинка, которая нарисовалась на старте. Снова же, был процесс подбора интегратора правильного, Иван попал как раз на тот период времени, когда на новую версию Кипера писали новый модуль, очень крутой. Спасибо тебе, что дождался, что все это удалось сделать. Ну и наконец-то, то есть о процессе подготовки Иван уже рассказал. 25 мая у нас произошел наконец-то запуск, и первым действием было это загрузка всей клиентской базы, которую Белкин и Пекарни сформировали за предыдущие годы работы, в CRM-систему UDS. Если честно, ожидания у нас были намного меньше, Хантамансийск не сильно большой город, там не сильно много клиентов с точки зрения представленности продукта. Когда мы с Иваном находились в переговорах, он говорит, ну как бы еще особо никого нет. Я говорю, Ваня, ты крутой, ты будешь. Вот, мы загрузили клиентскую базу, 20 тысяч человек, и очень приятным бонусом для нас было, что уже более 3 тысяч, точнее около 4 тысяч клиентов, у них уже оказалось установлено мобильное приложение. То есть абсолютно каждый этот человек в своем мобильном телефоне получил бонусную карту Белкиных Пекарен. Это практически 20% его аудитории. Это, конечно, Ваню взбодрило. Вот по факту он говорит, ну классно, настроение есть, двигаться можно. Следующий этап – это брендирование торговых точек. В прикасовых зонах были размещены тейблтенты, чтобы сотрудникам было намного комфортнее общаться. Безусловно, была листовка для клиента с собой, если кто-то в моменте не скачал. И при доставке каждому клиенту прикладывали листовку с информацией о бонусной программе. Дальше пошли рабочие будни, про которые Ваня сказал вскользь. Для нас это был очень такой интересный процесс. В июне Ваня сам был очень сильно занят. Очень сильно занят. У нас все запустилось. Это тот период времени, когда надо ногами топать, там все контролировать и так далее. Мы просто смотрели, что как работает, наблюдали за цифрами. В июле выкосило Ивану и всю его административную команду по известным всем причинам и так далее. Два месяца, два-два с половиной месяца у нас ушло просто на ожидание, на наблюдение в торговых точках. Все это работало. В июле мы выслушивали сказки от продавцов, которые уже упомянул Иван. То есть говорили, никому не надо, мне ничего не хочется. А мы же все по жизни это в принципе знаем. Когда делать что-то новое, ну не скажу, что очень много энтузиазма это все вызывает. Ну в августе пришло время уже взяться за дело, когда Иван, его команда вышла. Я пришел к ребятам с первым отчетом, на который я обращал внимание, Иван скажет тоже, я думаю, фразу мою. Мое мнение, цифры никогда не врут. Я сказал, я не буду слушать людей, мне просто покажи цифру, мне нужна статистика. И на основании выгрузки работы за первые три месяца я Ивану показал, что одни и те же торговые точки, одни и те же клиенты, одни и те же сотрудники, но они показывают принципиально разные результаты. У кого-то есть конверсия вовлеченности клиентов 20%, у кого-то 50%, а мы говорили, Вань, будет 50%, это твердо, мы идем, шагаем, дальше развиваемся. Вот по этому отчету. Это был некий вау-фект для тебя. Да, сейчас поделюсь. Получается, мы когда на установочной встрече с Валерой разговаривали, он говорит, Вань, цифры никогда не врут. Я говорю, ага, ну да, по-любому не врут. Но когда я это увидел, я увидел не то, что цифры, я увидел картину и доказательства. То есть когда он, смотря на проценты скачивания конверсии, у каждого продавца у меня прям портрет его нарисовался. Я прям видел конкретного продавца на конкретной точке и понял, что это уже не гипотеза и не то, что мне казалось. Ну вот эти вот сказки, про которые мы говорили, это вот реально они. И в итоге я понял, что нет и не имеет смысла разговаривать с продавцами на общую. Потому что у них абсолютно был разный этап вовлеченности. И мы с моим коммерческим, со Светланой начали каждого продавца вылавливать относительно того, какой у него показатель. Валера мне говорил, Вань, у него проблема с тем, что он даже вообще не понимает, что такое UDS. Мы его выхватываем, говорим, что такое UDS? Ну это программа лояльности и так далее. То есть и по элементарным вещам мы просто проясняли кому что. То есть переводя его из одного этапа в другое. И тем самым у нас просто появился инструмент впервые вообще. Потому что раньше мы все равно как-то, ну говорю, все на общее делали. А теперь по конкретным цифрам с каждым. И вот именно тогда, вот после вот этого отчета, я сейчас по нему чуть позже скажу, мы стали охотиться за каждой транзакцией. Также на установочной встрече Валера говорил, Вань, нужно пробивать 100% через UDS. То есть никаких левых транзакций. Вот я говорю, ага, хорошо, не будем. Но в итоге Валера говорит, Вань, посмотри, у тебя просто 70% мимо. И я понимаю, что именно те 30%, которые шли мимо, это были именно те транзакции, которые не вырабатывались продавцами, которые не хотели еще свою статистику еще положить на дно. И мы начали здесь конкретно пробивать, чтобы каждый из них бил. И когда мы увидели вот этот отчет, что количество транзакций людьми, скачавшими приложение в полтора раза выше, чем те, кто не скачал, я Валерий сказал, Валера, все, теперь, короче, полностью нас захватывает, долби, и мы продолжаем это усиливать. Немножко на математическом языке. То есть что важно владельцу каждого бизнеса? Ему не важны кнопки, рассказы и прочие истории. И вот одна простая табличка статистики, где Иван увидел, что клиент, который вовлечен в программу лояльности, приходит в полтора раза чаще и совершает больше покупок, оставляя денег. Все, здесь Иван и его команду было не остановить. На инфографике можно увидеть, что начиная с сентября месяца зеленый столбец – это количество транзакций, которые проводятся с использованием программы лояльности. Все сотрудники получили свою нужную мотивацию. Кто-то позитивную, кто-то негативную. На самом деле системная работа началась очень круто с сентября. Мы достигли тех показателей, к которым хотели прийти. Ну и дальше пришел второй этап внедрения. Да, и после того, как мы получили такие результаты, Валера говорит, ну блин, вы крутые. И в общем тогда он подключил в наш чат Стаса Калашникова, директора как раз-таки по маркетингу UDS. И мы сходу первым делом настроили рекламный баннер. Мы его чуть позже покажем на главной странице UDS. Далее пошла работа с пушками, выпустили сертификат. И, по-моему, мы тестово на декабре настроили модуль на продавцов, причем не показывая им этот модуль. Я покажу. Да. Продавцам-то мы его не показали. Вот. Идем дальше. Вот он первый отчет по источникам трафика. Первый из них – это UDS APP. Это та бонусная карточка, которая была просто на центральной странице, когда клиенты уже, которые имели приложение, просто заходили. Ну такой естественный агрегаторский трафик. А получается второй – это та самая гипотеза. Справа получается это белки на пекарне с выпечкой из кофе. То есть это человек, заходящий на эту карточку, на рекламный баннер. Это вот та гипотеза. И попадал к нам в компанию. Соответственно, по двум источникам трафика, естественным, профит около 270 тысяч рублей. Это вот перед нами на руке руку поднимал Станислав Калашников. Говорит, ребят, кто хочет, мне пишите. Вот он с Иваном работал. Подтверждение всяких протестов. Максимум. Стас, давай. Идем дальше. Да, вот они пушки. Мы запустили их тестово, по-моему, с октября. И формат этих пушек был такой. То есть мы хотели разогреть аудиторию, сделать таким образом, чтобы вовлекаемость очень была высокая, открываемость писем, чтобы там не были формата купи-купи. Мы с женой просто взяли и показали свои лица. Привет. Ну такого формата были пушки. Привет, я Иван Белкин. Привет, меня зовут Александр, я технолог. Мы вместе вот открыли пекарню и просто рассказывали, спрашивали совета, как дела у вас люди, пишите нам ваши рецепты, мы все принимаем, все слышим. Давай дальше. Вот. И в принципе вот он результат этих пушек. То есть максимально быстро мы начали получать обратную связь. Причем она была очень крутого формата из разряда. Блин, ребят, то есть нас люди благодарили за сервис, за бизнес, за то, как мы его ведем. То есть они впервые начали нам писать. Это настолько взбодрило круто команду, что я просто скринил отчеты и перекидывал в рабочий чат. Я говорю, блин, ребят, смотрите, как круто. А вишенка на торте стала то, что один из клиентов позвонил на телефон колл-центра со словами, ребят, передайте Александре привет и спасибо за то, что она делает. Саша, привет. Она тоже в зале? Да, она тоже в зале. Вот. То есть были, в принципе, обратной связи. Вот как раз таки скрин. Предлагаем выпекать пирожок с курицей. То есть они даже форматы пирожка нам предлагали, как сделать. Размеры чуть больше. Сейчас 10 на 11, предлагаем 13 на 14. Нет, серьезно. Это очень крутая обратная связь. И вовлеченность это то, что нужно было. Да, и мы показывали как раз таки. И через пушки. Вот этот, кстати, мы вот эту вот сумму в конечный профит не показывали, но это очень маловажная вещь. Мы разбудили часть второй базы. Поясни. Хорошо, про цифры. Это сейчас слайд для математиков. Смотрите, когда мы загрузили всю клиентскую базу, 20 тысяч человек, мы получили некую разделенную аудиторию. Около трех тысяч клиентов имели установленное мобильное приложение. То есть мы могли до них дотянуться и начать с ними общаться. И порядка 16 тысяч клиентов, но это просто старая клиентская база, она была оцифрована по номеру телефона. У Вани очень мощная команда. Есть маргетолог, таргетолог. Он говорит, все, сейчас будем тестировать гипотезу. Что он сделал? На все 16 тысяч телефонных номеров, которые были оцифрованы в базе, он настроил таргет и пустил туда платную рекламу через социальные сети. Гипотеза очень круто сработала. Мы смогли отследить, что с 16 тысяч клиентов вернулось около 700 человек, и они принесли выручку около миллиона рублей. Классный результат. В принципе, это точно окупилось. Но также параллельно на ту клиентскую базу, у которой было установлено мобильное приложение, это всего 3 тысячи клиентов, мы системно стали отправлять пуш-уведомления. И из этих 3 тысяч клиентов вернулось 319 человек, которые совершили покупку на 550 тысяч рублей. Это просто разбудили. Если говорить о конверсию, таргет дал нам конверсию 5%, и за это мы платили деньги. Бесплатный пуш-уведомление через UDS дал конверсию 10%, и выручка ровно такая же сопоставимая. Ваня, оценки это твое. Да, и вот отличный инструмент для меня, но очень важный, это оценки качества обслуживания. У нас их более тысячи, преимущественно, конечно, все пятерки. Тут вообще вопросов нет. Но мы с командой, я вылавливал именно однерки, двойки, тройки. Потому что вот эти вот решения, вот этих вот узких мест, оно дает бизнесу вот этот вот кратный рост. Вот одна из таких оценок, вот она, кстати, тоже на скрине есть, ее, знаешь, надо было на самом деле сделать просто огромную, чтобы было понятно, о чем речь. Там крайне недовольный клиент написал про то, что продавец был без индивидуальных средств защиты, о том, что она рассыпала сахар, не так подала кофе, сама была без шапочки и так далее. То есть в этот момент я сразу же позвонил коммерческому, Светлане, говорю, Свет, едь на магазин, решай вопрос и больше, выпускай правила, чтобы больше вообще такого не было. То есть вот одна оценка качества, и мы просто в моменте решаем все вопросы на всех точках. И такие были и про кости, и про чешую, то есть что-то я Саше пересылал. Это обычно скрин и конкретное задание. То есть это обалденно. И вы знаете, как вы думаете, мотивирует ли персонал играть по правилам, когда они знают, что собственнику попадают полностью все оценки напрямую? Я думаю, точно да. То есть это поменяло ситуацию, это было просто обалденно. Первое. Мы научились слушать клиентов. Реально, впервые. Мы начали получать обратную связь. Мы начали собирать клиентскую базу. И мы были готовы вот к решению той ключевой боли, которая у нас была. В ролике было сказано о том, что у нас была пироговая зависимость. Так и было. Очень много было шуток даже на эту тему. Когда я приходил когда-то в гости, на протяжении последних шести лет, мне говорили, Иван, где пирог? То есть где пироги? Высовывай свои пироги. То есть меня это настолько заколадывало. Это было просто ужасно. И в итоге мы два раза вводили пиццу, какую-то иную продукцию. Нас абсолютно не ассоциировали с каким-то другим продуктом, кроме пирогов. Вот ключевое было изменение. Это белкины пекарни. И впоследствии мы начали просто после нескольких вовлекающих тех писем про то, что «Привет, я Иван Белкин, это моя жена». Мы взяли и запустили ключевую пушку о запуске пиццы. Пицца, третий запуск. Мы после того, как выслали пушку, мы тестировали пиццу только через UDS, не выставляя ее на сайт. Хотя у нас был раскачанный сайт. И у нас были достаточно хорошие соцсети. Но мы никуда не выставляли. Это была привилегия чисто для клиентов UDS, где мы разместили на витрину пицуху. И решили протестировать две недели. Параллельно с этим мы завели разговор с известным агрегатором по доставке еды. Федеральным, все мы его знаем, на тему гипотезы того, что «Ребят, сколько вы сможете нам дать заказов?» Они нам сказали о том, что «Ну, один-два заказа в день». На вторую неделю мы продали через UDS 150 пиц. На вторую неделю. И мы просто не стали тратить ресурсы для того, чтобы дальше вести переговоры с агрегатором. По итогам декабря мы продали 600 пиц, что просто являлось абсолютным рекордом за все время, которое мы просто их вводили. Мы обычно через две недели выводили. И после этого у команды, у всей команды не осталось ни одной причины не верить в том, что гипотеза сработала. А это было очень круто. Ну и на самом деле со всей командой мы после этого стали очень дружить и часто выходить на связь. Кстати, да-да-да-да, и Валере стали писать. Окей, на самом деле, когда… Что мы проработали системно? Мы проработали на точках вовлечения клиентов. Далее была проработана системная коммуникация, обратная связь от аудитории и так далее. Но что же еще в бизнесе делать? Вроде бы все встало на свои лыжи. Дальше пришло время работы с персоналом. Это то, о чем мы говорили. Думаю, на слайде видно. Какие цифры я показал Ивану, на что мы обращаем внимание и что нужно видеть обязательно в бизнесе, так это вовлеченность и эффективность каждого сотрудника. Мы увидели, что в рамках одной и той же торговой точки, то есть мы понимаем, что стоят два продавца, к ним приходят одни и те же клиенты, и вроде бы у них должны быть одни и те же показатели. Но в рамках одной торговой точки, на примере Гермес, не, на примере Самарова, можно увидеть разницу среднего чека между сотрудниками практически в 100 рублей. Вроде бы это невеликие деньги, но если посмотреть в разрезе 5-10 тысяч транзакций, которые проходят, это речь идет о сотнях тысяч рублей. И Ивана на самом деле это тоже взбудоражило очередной волной. Он говорит, Валера, что-то делаем. Мы подключили модуль KPI, он тоже есть внутри инструментария UDS. В декабре я говорю, ребята, не спешим, посмотрите сами, как эта история работает. Верхний слайд мы просто настроили в тестовом режиме для того, чтобы администрация и Иван посмотрели на визуалы, как это будут видеть сотрудники. В январе мы персоналу уже показали. Я думаю, вы можете увидеть, как отличаются показатели. То, что у нас в выполнении, мы установили KPI по среднему чеку. То есть сотрудник, когда он ежедневно, приходя на работу, видит свой план и факт, они вовлекаются, и там уже что-то зашкаливает за 150% перевыполнения. Дальше. Помимо того, чтобы требовать от персонала продавать, конечно же, людям нужно давать что-то. И вот сотрудники получили очень мощный инструмент для увеличения среднего чека. Это электронные сертификаты. В пекарне Ивана средний чек плюс-минус около 500 рублей. И что мы сделали? Мы дали возможность каждому клиенту, который совершает покупку более чем на 800 рублей, он получает электронный сертификат на 200. Такой бонус. И это транслировали как инструмент для сотрудников выполнения своего плана. Да, что мы получили? Сотрудники более замотивированы, они в историю включились, клиенты тратят больше денег, мы получили рост среднего чека, но мы еще закрыли одну из самых-самых ключевых задач Ивана, это возвратность клиента. Мы ограничили срок жизни этого сертификата семью днями. Соответственно, то есть когда клиент купил, в течение семи дней он может воспользоваться дополнительным бонусом, и мы существенно увеличили возвратность клиентов. Приятным бонусом, на старте мы об этом не скажу, что сильно думали, но тем не менее мы сократили издержки на скидках. Предыдущая программа лояльности Ивана, она давала итоговую скидку в 4%, ну помимо каких-то дополнительных акций. На выходе на сегодняшний день мы получили скидку 2%, и это принесло дополнительной экономии около 300 тысяч рублей. Причем обращаю внимание, что экономия на скидке это чистая прибыль. Это не оборот, ничего, это 300 тысяч рублей чистой прибыли. Они нам помогли с тобой в Сочи встретиться в этом году, я уверен. Ну и итоговый профит, на этом мы будем финалить. Возвратность клиентов в среднем увеличивается на 14% в квартал, и это нам принесло дополнительно в кассу около 2 миллионов рублей. Экономия на скидках 300 тысяч рублей, экономия на смс-рассылках, которые раньше в пекарне делали довольно часто, около 200 тысяч рублей. Ну и привлечено новых клиентов через платформу на сумму более 300 тысяч рублей. Вань, ну финальное слово, наверное, тебе. Ну да, и обратная связь, это, конечно, было бесценно абсолютно. И итоговый профит, я думаю, все уже видят, это более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Но тут знаете, что именно важно? Вань, да помню, за 6 месяцев? Это за… Нет, это меньше, это сентябрь, октябрь… Ну это примерно 5 месяцев работы, грубо, 6 месяцев работы, и сколько ты потратил на систему? На систему, в общем, 150 тысяч рублей. Красавчик. Вот и вопрос гипотезы, да. И возвращаясь к гипотезам и экспериментам, я сейчас вспоминаю слова Айрата Измайлова на тему того, что, блин, ребят, постоянно экспериментировать. Вот мы постоянно экспериментировали, что тогда делали. Конечно, когда мы увидели за ERP 5 миллионов рублей, я перестал экспериментировать на так дорого. Но вообще, в принципе, вот одна из гипотез и одна из экспериментов привела меня сюда. Вот она. То есть простая гипотеза, которая сыграла и получила. Поэтому обращаясь к предпринимателям, могу точно сказать, ребят, ну точно не бойтесь экспериментировать. Они, эти гипотезы, недорогие. На самом деле, любой предприниматель может себе их позволить, это не проблема. Спасибо большое партнерам, которые сделали так, что я тоже здесь оказался. Подключили, рассказали, развели все сомнения. Буквально хватило ребятам несколько, 3-4 дня. Лешка, Азютенко, тебе огромный привет, красавчик. Вот. И буквально 3-4 дня я на UDS, и мы спокойно двигаемся с командой вперед. Спасибо большое партнерам. Ну и, конечно же, конечно же, это дежурные внедренцы. Вот знаете, меня именно сама система внедрения невероятно покорила. Я считаю, что вы просто мама и папа UDS. Потому что именно вы заставляете эту машину двигаться так, что предприниматели осознанно понимают, зачем вообще им UDS. Чтобы клиенты скачивали. Поэтому 20 миллионов скачиваний, ну, это просто без вопроса, почему так произошло. Спасибо большое. Все.